В Сыктывкаре введен особый противопожарный режим. Поводом для этого стала жуткая трагедия, унесшая жизни пятерых жильцов частного дома по улице Старовского. Что стало причиной, человеческий фактор или неисправность проводки, предстоит выяснить экспертам. Ну а пока в городе проходят массовые рейды. На что делают упор инспекторы пожарного надзора и кто им помогает, знает Анна Зубарева. Рейд начинается в 10 утра на улице Карьерной в микрорайоне Строитель. Данные рейды должны быть направлены в первую очередь на обследование жилого сектора. Именно там, где проживают асоциальные элементы, плюс ветераны-инвалиды, ну и на проверку жилья с низкой пожарной устойчивостью. То есть это фактически деревянный жилой фонд. Не все деревянные дома, особенно частные, подключены к центральному отоплению. Поэтому отапливать их приходится иными способами, порой не всегда безопасными. Отопление у вас ручное? Газовое. Газовое. Телефон пожарной охраны знаете? 0-1. Правильно, а сотового службы спасения? 111 или 112 еще? Правильно. Вот вам памятка о мерах пожарной безопасности. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Одни обогревают свой дом за счет электричества, другие используют газ. А некоторые по старинке печь и дрова. Мы просто ходим по рейдам, и зачастую у людей на этих притопочных листах лежат дрова сухие. Что категорически запрещено. Вот я и повторяю, зачем он нужен? Для того, чтобы если угольки выпадут, чтобы они упали на металлическую поверхность, а не те же самые дрова. Поэтому этот лист должен обязательно быть пустым, очищенный. На печи никаких сколов, ничего. Ну у вас, я смотрю, хорошо, следите за печью. В большинстве дома в микрорайоне строитель находится в надлежащем состоянии. А живущие в них люди благонадежны. Осознают важность правил пожарной безопасности и активно идут на контакт с инспекторами. У нас пожары увеличились с начала этого года. Основные причины это не правильно. Вы можете зайти, а то мы стоим. Пойдемте зайдем. Помимо положительных адресов в микрорайоне строитель есть и те, что вызывают волнение. Вот этих дров тут не должно быть. Мы дрова так сушим просто на печи. А если будет перекал, то они у вас здесь. Но они не падали еще ни разу. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Никаких горючих материалов на печи быть не должно. Вы это, пожалуйста, себе выясните. Ну и как я сказал, тут всю эту печь вам осталось только заштукатурить и побелить. Штукатурку с побелкой наносят для того, чтобы можно было увидеть трещины, через которые может проникать опасный для жизни угарный газ. Нельзя, чтобы были вот эти вот трещины. Потому что в основном трагедии на пожарах происходят из-за чего? Не из-за того, что люди сгорают, так сказать. Люди задыхаются в первую очередь. Дом гуляет, от этого печь трескается. Каждые три месяца хозяин ее ремонтирует. Вот опять мужчина приготовил раствор, чтобы замазать новые щели и трещины. Но чтобы не допустить возгорания, недостаточно только следить за печным оборудованием. Это соблюдение всех элементарных требований пожарной безопасности. При эксплуатации печного утопления, электронировательными приборами, газовым оборудованием. Ну и, конечно, не оставлять без присмотра несовершеннолетних. Потому что на сегодняшний день тоже это причина пожара. Детская шалость есть. Значит, оставляют родителей детей без присмотра. Еще происходят пожары, гибель. Помимо инспекторов пожарного надзора, в подобных рейдах участвуют сотрудники Росгвардии. В некоторых случаях именно люди в погонах первыми оказываются на месте происшествия. Недавно был случай. У нас по городу ездят подразделения вневедомственной охраны. Они обнаружили возгорание, приняли меры по спасению людей. Также вызвали подразделения пожарной охраны, которые в свою очередь приехали и потушили возгорание. За один день сотрудники пожарного надзора посетили с профилактическими беседами 40 адресов. В рейд выходят 10 инспекторов. Один инспектор, одна улица. Пока введен особый противопожарный режим, такие мероприятия будут проходить ежедневно.